всем доброе утро что мы сейчас собрались хотим поехать немного посмотреть достопримечательности и потом поедем в торговый центр да конечно же мы поедем в мол века хочет как всегда на детской площадке но раз уж мы должны им уступать ну сейчас мы поедем на такси да ты умеешь называть такси здесь она очень легко вчера твоя сестра вызвала такси я учили вложение так же как это как в россии раз она вызвала и буквально там пять минут мы стояли на дороге приехал такси сквозь на таких машинах здесь и надо ездить потому что столько людей конечно в общем мы вчера начали снимать видео для вас мы еще раз ездили как раз взяли такси мы поехали на этот на рыночек в общем хотели поехать на рыночек купить мне вторые джинсы потому что у меня не единственный и ну как бы вчера была в чем не проблема что они не хотели сохнуть при такой влажности вот эти вот мои сейчас они высохли и я их одела но в общем вчера я была спортивном костюме в тапочках было очень холодно джинсы соответственно мы не нашли потому что здесь не по не палки очень низенькие азиатки и соответственно ну как бы я не нашла на себя никаких размеров мы хотели как подарки на новый год там свекрови тети купить и столько было людей что мы просто решили поехать обратно психанулись двумя детьми конечно очень трудно вот так вот по рынкам ходить тем более там торговаться все видя то что иностранка и очень большие цены говорят нужно здесь торговаться на дороге всяка сейчас это может поймать такси прям тут стоит это как наши жигули ой 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 господи чтоб протиснуться бы сюда смотрите какие ручки до сих пор вот такие мне кажется у нас в ладах старых жигулях волгах наверное да шайка такие вот ручки подъемники вот посмотрите я сижу у меня голова упирается в потолок ну смотри нет да, тебе нормально такие маленькие и тесные, но я говорю, что Катманду очень маленький город очень все такое тесное, поэтому машинки соответственно должны быть компактные и маленькие сегодня дома мало людей не глядит, да? но сегодня потому что утро мало людей еще не все проснулись но это мы сейчас едем шек по вот это туристическому месту поэтому очень мало людей сейчас мы приедем там где все не пальцы в центр да мы мол поедем зайка не перчевай торговый центр нужен ну в общем пока мы едем я выставлю вчерашнее видео то что я успела для вас снять и дальше уже будет наше место назначения ну господи такое ощущение как будто ты в муравейника попал просто вот тут стена тут стена тут машины сзади нас машины люди мы ели как господи добрались до нашей машины, вызвали такси потому что шекер не может в таком поселении ты всем улыбаешься, Карин? все у тебя машет ручкой мы пришли в первый магазин в общем они дают джинсы мне кажется они они точно не на меня посмотрите они очень коротенькие просто мега коротенькие очень красиво здесь кофта посмотрите пальто какое у вас вот такой пальто красивый есть пушистенькая такие свитера курточки обычно приятные ovat остальные очень красивые видишь буду нет мне Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну давай посмотрим, что такое Боба ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А это пин колор Пин колор Чай? Зеленый чай Вкусный зеленый чай, да? Стоит у меня лупасит Тебе понравилось это место? Да, Шек очень Вау Вау Что ты ешь? Это чили что ли? Нет, кушай, пожалуйста Шек, попробуй комплименты В Китае Очень много зеленого чая Очень вкусного сняночка В Индии такого вкусного, наверное, нет Смотри Вкусный цвет Который я попробую очень вкусно Чуть-чуть Очень вкусно 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 Они положили это как закуску Да Вкусно Вкусно Арахис И жареный чили Смотри Вкусно Он очень острый Он очень острый Да Я докоснулась Он невероятно какой-то острый Ну так давай я покажу Как ты ешь Ну давай еще один А то люди не видели Вот так надо Вот так надо Арахис Давай И вот И что ты ничего не чувствуешь? Почему нет? Он острый Язык горит Реально язык горит Как будто я обожгла его Шек Ты это привыкший А я нет Да Один раз Ты кусал острый Ты И? Сколько дней назад? Сколько дней? Две недели И сколько После этого Что? Да Вика Было расстройство желудка В общем я приготовила себе Лапшу Супер какой-то острый Мы тоже привезли из Непала Но она Просто какая-то Непередаваемая Была Острая И я Ну терпела Терпела В принципе мне нравятся острые Потом У меня Ну не сразу Как через три Через четыре дня Просто у меня Обычно такое расстройство было А потом Господи Я конечно Извините меня Ради Бога Но просто я сто лет Я сто лет не слазила Ну в общем Как у меня просто Перестал работать Желудок Он перестал переваривать Пищу Мне было Так плохо Я Сколько Наверное три или четыре дня Я прилежала Лечилась Я только Вот как кашки Вот как рис Очень сильно Отварной И плюс пробиотики Очень сильно Я сожгла свой желудок Поэтому Красный перец Невероятно опасный Поэтому Рисковать конечно Не надо При том что я ем Вот зеленый чили я ем Каждый день Как бы острый я ем Но Отличие в том что Зеленый Не такой опасный чили Он да Он очень острый Но он не такой опасный Самый опасный это Красный чили Который Ну наверное Который именно тут растет Да Вот Непал Китай Не надо Рисковать Вика подожди Шек а что там такое Это Монты Ааа Монты Шек они там готовятся что ли Вот таких вот Ааа Но она открывает Вау Куда ты ножиком Сейчас мама тебя достанет Ты сейчас порвешь их И это Монты Монты Суп 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 Ааа Тебе не понравилось? Да Монты Суп 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 Шек А где мясо? Здесь как будто С яйцом Да это с яйцом Ааа А с мясом это другое что ли будет? Нам принесли еще один суп Это свиной суп Посмотрите сколько здесь мяса И Шек думал то что это сало А это на самом деле оказалось редиска какая-то Да? Большая или редиска или редька Ну это редька Редька именно Да Я видела около мандира Да Суп Какой Тоже там Не знаю какой Вкус тоже Кто готовил? Той мама Ааа Ну редиску мы никогда не добавляем Редьку Редьку мы только сыру едим как в салате Да Мы покушали очень вкусно Мы так наелись Давно конечно мы Вот такой вот просто обычной еды не ели Без всяких специй без ничего Просто вкус еды Вкус мяса Вкус теста В общем мне очень понравился суп Который Который со свининой был Кстати я возьму себе этот рецепт на заметку Просто наваристый бульон Очень много мяса там было из свинины И положили редьку Редька кстати сварилась И в принципе так Ну как бы вкусно стало И бульон просто безумно вкусный был Немного соли и ничего больше Никакого не перца Ничего Просто мясо и редька А вот этот суп который первый нам принесли Ну сколько я люблю супы Ну это просто водичка была Какую-то зелень положили Помидор Ой что там еще И яичко Ну знаете как в щи мы готовим И вот яичко было И все А вкуса как такового даже и не было Ну вы поняли там ниоткуда вкус не возьмется Ну и манты конечно Мясо Шекер брал Мясо было Вот Как она буйвол Буйвол Мясо буйвола Вот рубленое Рубленое Ну вы поняли В общем не фарш Это было Просто безумно вкусно Сейчас мы поедем дальше Ну планируем В торговый центр Но это видео я заканчиваю Потому что Очень трудно Снимать Сейчас Карина Тоснова Я буду держать ее на руках И снимать будет Ну как бы не очень удобно Мы сейчас спрячем наши телефоны И просто будем Сами путешествовать Возьмем сейчас такси И поедем в торговый центр Ну может быть если он прям супер такой Красивый будет То я сниму его для шорта А полное видео Пока что я не планирую Может быть вечером Уже я запишу Как мы будем отмечать Забирай телефон Ну в общем всем пока До новых встреч До вечера Вика Ты пролила Ты пролила суп Забираешь у меня телефон Посмотри Сейчас тетя будут ругаться Вот так вот Все Давай бай 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 Иди Бай 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 Продолжение следует...